Помолимся. Господи, молим Тебя, благослови наше занятие. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот вечер. Хвала Тебе, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ян, выключите микрофон. Продолжаем наше занятие и разбираем возражения сектантов насчет того, что они не признают предания. Говорят, что предания не нужны, нужна только лишь одна Библия и никаких преданий не признают. И вот что они утверждают. Итак, сектант. Его очередное седьмое утверждение. Господь запрещает прибавлять к священному писанию какое бы ни было учение, следовательно и всякие предания. И приводит такое место из Библии. Книга Второзаконий, 4 глава, 2 стих. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. И книга Откровений, 22, 18. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Как же должен ответить православный на это возражение? Итак, православный. Видимое место из Старозакония запрещает не святое предание, а языческое учение и поклонение Ваалфи Гору. Так. И вернемся выше, приводимое место, 2 стих, а мы прочитаем дальше, 3 и 4 стихи 4 главы книги Второзакония. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваалфи Гором. Всякого человека, последовавшего Ваалфи Гору, истребил Господь. Бог твой истребит тебя, а вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Ветхозаветные праведники очень много прибавляли и не были наказаны Богом. Вторая книга пролипомянула, 29 глава, 25 стихи. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами по уставу Давида и Гада прозорливца, царева. И на фана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. Третья царствия, 7 глава, 29, 36, 42. На стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, валы и херувимы, так же и на наугольниках, а выше и ниже львов и валов развесистые венки. И извоял он на дощечках ее рукоятки и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место и вокруг развесистые венки. 42 стих. И 400 гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых яблок на каждой сетке для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах. Девятая глава, 1 и 3 стих. 3 стих. И сказал ему, Господь, я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня. Я осветил сей храм, который Ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. Книга Исфир, 9 глава, с 20 по 28 стихи. И описал Мордохея эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Аксеркса, к близким и дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14 дня месяца Адара и 15 дня его. Так, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойно от врагов своих, и как такого месяца, в которые превратились у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пишество и веселье, посылая подарки друг другу и подаяния бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мордохей написал к ним. Как Аман, сын Амадара, гугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур жребий об истреблении и погублении их. И как Исфир дошла до царя, как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысл Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его. И чтобы повесили его и сыновей его на древе, потому и назвали эти дни Пурим от имени Пурим. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи, приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год. И чтобы дни эти были памятны и празднованы во все роды в каждом племени, в каждой области, в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Евангелие Таана 10.22 И я также свидетельствую «Всякому слышащему слово пророчества книги сей, если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язва, которых написано в книге сей». «Елена Фауэр, микрофон включенный, Надежда Благодатская, тоже микрофон, постоянно включенный». «Почему сейчас у меня выключен, написано «выключен». «Я бы вас не вышел, чтобы не слышал, а я вас слышу». «Каждый раз хулиганите». «Вопросы?» «Следующее возражение сектанта». «Виталий, с нами, если читай». 2 Тимофея 3 глава 15-16 стихи. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Все писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обречения, для исправления, для наставления в праведности». Для спасения достаточно одного священного писания. Православный. «Апостол Павел сам учит христиан. Стойте и держите предания». 2 Фессалоникийцам 2.15 «Тимофей был научен вере больше устной проповедью, что видно из стиха 14-го. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». «Одежда Благодарская». «Одежда Благодарская». «Две-три секунды подождать, потом отключается микрофон, зависит от интернета». «Сейчас выключен». «Нет, сейчас включен». «Вы узнаете, где у вас кнопка-то?» «Он должен быть перечеркнут». 1 Тимофея 6.20 «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания». 2 Тимофея 1.13 «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе». 2 Тимофея 2.2 «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Здесь мы видим опять «слышал, слышал, передал». Ничего записанного не было. Все это были предания устные. Вопросы, может быть, есть попрочитанные? Пожалуйста, задавайте. Если нет, идем дальше. Еще очередное 9 возражение сектанта. «Довольно одного писания, чтобы правильно веровать во Христа, как делали верийцы». Книга Деяний 17.11 «Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая писание, точно ли это так». Православный приводимое место не оправдывает, а обречает сектантов, не признающих устного учения священного предания. «Здесь говорится, что когда апостолов изгнали из фессалоников, то они ушли ночью в верию, где в синагоге начали проповедовать о Христе. А они приняли слово, то есть устную проповедь они отвергли, как в фессалониках». Еще очередное возражение. Второе Петра, возражение сектантов. Второе Петра 1.19 «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». «Достаточно одного писания без предания?» Православный. «Нет, недостаточно. Нужно еще и правильное изъяснение священного писания, ибо, цитирую, «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, чем сектанты занимаются, каждый сам себе собою изъясняет». Второе Петра 1 глава 20 стих об этом говорит. «Но кроме этой истины есть много и других необходимых для нашего спасения, о которых пророки мало говорили. О таинствах крещения, покаяния, брака, еле освящения, о которых возвестил устно Христос и научил устно, и научили устно и письменно святые апостолы». Еще одно возражение сектант Лукаш 16, 29. «Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Евангелие Таана 5, 39. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Римлянам 3, 21. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Православный. Православный. Слова от Авраама и Спасителя нет даже и намека на ненужность устного научения веры, то есть священного предания. В речи Авраама говорится о необходимости для братьев-богача, живших в ветхозаветные времена, слушаться предписания Моисея и пророков. Евангелие от Марка 1, 15. «И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». 2 Фессалоникийсам 2, 15. «Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Вот здесь конкретно «или словом, или посланием». Послания были записаны, но слова устные были, устное благовестие. И то, и другое мы должны признавать. Еще одно возражение. Сектант. Римлянам 1, 16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению и всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену». Достаточно одного писания. Православный. «Благовествование» – это устная проповедь. 1 Иоанна 1, 5. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Лука 4, 18. «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». И 43-44 стихи. «Но Он сказал им и другим городам благовествовать, я должен царствие Божие, ибо на то я послан. И проповедовал в синагогах галилейских». 9 глава 6 стих. «Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду». Деяния 5, 42. «Всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». 11 глава 20 стих. «Были же некоторые из них и пряне, и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисусом». Ещё одно возражение сектантов. Деяния 20, глава 27 по 31 стихи. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию, и так, понимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти, церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл себе кровью Свою. «Ибо я знаю, что по отшествии моём войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятую я, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». «Православный. Эти места Писания говорят в пользу священного предания. «Непрестанно апостол учил Ефесян устно три года день и ночь, и ничего не записано». «Престанно». «Четырнадцатого возражения. Сектант. Деяние 1.1. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всём, что Иисус сделал, и чему учил он от начала. Записано всё, что необходимо для спасения». «Православный. Нет, не всё». «Эвангелие от Иоанна, 20 глава, 30 стих. «Многое сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей». «Эвангелие от Иоанна, 21-25. «Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». «И Лука 1.2. Как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова». «Книгу деяний» написал Лука. И вот сектанты говорят, что вот он якобы написал о всём, и достаточно только вот одного Евангелия от Луки. И вот православный объясняет сектанту, чего у Луки не написано. Не описано. У Луки не описано омовение ног Христом. Оно описано в Евангелии от Иоанна, 13 главе по 16 стихи. Я не буду время тратить на него. Кто паузу нажмёт, она очень длинная. Дальше. Что ещё не написано в Луке? Не написано в Луке беседа Христа с Самарянкой. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 5 по 26 стихи. Тоже у кого есть желание, самостоятельно пусть прочтёт. Дальше. В Луке не описано притча об истинном пастыре. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 18 стихи. Так что не всё в Луке написано для спасения. Очень такие яркие и нужные притчи, написанные в Евангелии от Иоанна. Очередное возражение сектанта. Мы не признаём священное предание, потому что если оно было дано церкви, то апостолами. И почти за две тысячи лет могло быть изменено. И даже совершенно повреждено. Приводит такое место в Таразаконе, 32, 7. Вспомни дни древние. По мысли о летах прежних родов, спроси отца твоего. И он возвестит тебе старцев твоих. И они скажут тебе православным. Православным. Но на этом же основании должно отвергнуть и священное писание. Ибо без священного предания нельзя убедиться в подлинности и неповрежденности священного писания. То есть, что именно то, которое было написано святыми апостолами за две тысячи лет, оно ни в чём не повреждено. Но если верите, что нашу церковь и священное писание сохранено неповреждённым, то должны верить и в сохранённое священное предание. Святая церковь со времён святых апостолов также бережно сохраняла священное предание, как и священное писание. Ибо верила и верит, что с большой буквы виновник того и другого есть один и тот же Дух Святой. Святые апостолы, приказав христианам хранить священное предание. 2 Фессалоникийцам 2.15 Итак, братья, стойте и держите предание, которое вы научены, или словами, или посланием нашим. Святые апостолы, приказав христианам хранить священное предание, поверили своим преемникам, пастырям церкви, чтобы оно, предание, всегда содержалось согласно со священным писанием. Ибо истинный епископ церкви должен быть, цитирую, держащийся истинного слова, священного предания, согласно с учением, со святым писанием. Послание Титу 1.9 Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. 2 Тимофею 2.2 И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. 1 века церкви Христовой, святые отцы, вчителя, как Ириней Леонский, Климент Александрийский, стали записывать предания святых апостолов. Так что, к 4 веку они были уже все собраны в один канон, утвержденный на Японийском соборе 30903 года. Определение собора было подтверждено 33 правилом Карфагенского собора 30907 года и на 7 Вселенском соборе 691 года. Святое предание заключается в древних символах, в древних литургиях апостола Марка, апостола Фаддея, в писаниях святых отцов и учителей церкви, церковной богослужебной практики, в правилах апостолов, в правилах семи вселенских и девяти поместных соборов, которые, будучи выражением голоса всей церкви, являются источником православной веры и христианского благочестия. Сами сектанты, отрицая священное предание, пользуются им при праздновании Рождества Христова, Пасхи, Вознесения Христова и удерживают обычай давать детям имена святых отцов, которых они не почитают. Отвергнув обряды церкви и богослужения, сохраненные по преданию от святых апостолов, сектанты выдумали свои обряды при совершении, преломлении, крещении, браком, омывении ног, обновлении дома, выдумали свое богослужение, свои катехизации, введение пророчеств, и когда мы отсылаем их к тому преданию, которое происходит от апостолов и сохраняется в церкви через преемство пресвятеров, они противятся преданию, говорят, что они премудрие не только пресвятеров и апостолов, и что они нашли чистую истину. Святой Иериней Леонский, Второй век. Так, тема закончена. У кого есть вопросы по этой теме? По теме отвержения сектантами священного предания? Все понятно? Так. Иногда тетих раньше нет сегодня с нами. Ну, если вопросов нет, то тогда идем дальше. Так. Игнать Тихонич, вы с нами? Есть что добавить, Игнать Тихонич? Есть. Пожалуйста. Дело в том, что сектанты православные в этом вопросе или по малому знанию, или по полному незнанию, они понимают, что предание, о котором говорит апостол Павел, это вовсе не наше предание-то. Может, тут молчим? Раз они не знают, ну и ладно, сойдет. Апостол Павел говорит преданием, называет то, что он говорил устно. И поэтому предание – первичное писание. Но когда это предание ручкой там было записано, чернилами, оно стало писанием. Но мы-то в предание сейчас натолкали столько, что это сотни раз больше самой Библии. Апостол Павел не мог говорить о тех преданиях, которые сегодня в патриархии, когда вместо одной причины развода сегодня 12. А там все в предание теперь будут толкать. Самоубийство отпевает. Это что, предание? Вот что в Киеве сейчас делается? Надо объединять все там, кто-другой. Они, наверное, на бумаге решают, на благовестие. Это ни один не идет, ни Филарет, никто. Ни у кого нету, ни одного шага. Мы должны это сказать, что хотя мы говорим о предании, слово-то одно, но смысл заложен был совершенно другой, когда апостол Павел писал-то. Ну, если сектантам это еще такой козырь дать, так они нас заклюют тогда. Но мы ради правды Христовой должны сказать правду. Наше предание, которое есть, нужно сверять со Священным Писанием. Если оно не сходится, то предпочтение, конечно, безоговорочно, капитуляция предания наших перед Священным Писанием. Это очень важный момент. Запомнить надо. Где Павел упоминает предания, ими пользуются православные миссионеры, речь идет не о нас. Это не то, что натяжка, а неверно даже. Вот такое дело. А вот по этой теме тут можно развить наши предания. У нас этих преданий вот яйца вареные продают на Пасху. Ну, какая же это Пасха-то? А вот Мария Магдалина, она дошла до императора Тиверия и приветствовала Христос воскрес и подарила ему яйцо. Я дальше-то не написано, вареное оно или сырое. С сыром есть смысл. Кожура – это как гроб, и внутри есть семя, от чего начинается развиваться птенец, летящий в небо. Вот. А когда сварено, оно ничего не говорит. Оно говорит, как обычный человек. Скорлупа есть, и всё умерло. Никакого воскресенья в этом яйце нет. Даже этого и то понять не могут. Вот у православных спросить, это тоже предание. Пасхи пекут. Я не против. Я есть-то их не буду, и вареные яйца только уж с мятку если. Вот. А что такое? Ну, вот это творожное. Самые большие Пасхи, и Пасхой называют, пекут цыгане. У них особая печь, наверное, есть. Они там по полметра высоты. А что он означает? Само фактически означает гроб Господень. Мы гроб Господень грызём. Ну, куда же это годится-то? Вот сектанты послушают, так они нас тут камнями гробовыми закидают. Ну, они там дальше начинают сегодня всяческую хулу, говорят уже на эту Пасху. Надо договорить до конца. Празднейшие хлебы на этом удоспокоились. Нет. Меня всё интересует. Вот у монахов столько же свободного времени было. Ни детей, ни жены, ни поля. Ничего нету. Я молюсь за весь мир. Вот он этим смущался. За весь мир. Вот я пришёл монаха, спрашиваю, как? Сразу отвечает. За весь мир. Я говорю, ну, давай, называй правителей мира. Какие? Каких правителей? Ну, ты же молишься за всех. Ну, ты знаешь, что руководит в ООН сейчас? Генеральный секретарь-то у них. Не знаю. Ну, а главное, вот Китай тут сбоку ворочается 2 миллиарда. Ты знаешь или нет? Нет. Ну, а про такого слышал тоже нет. Да за какой же ты мир-то молишься-то? И хочешь, чтобы её кормили. Вот мы можем сказать, что мы молимся за весь мир. Перечисляем президентов. Страны, где война идёт. Я конкретно уже говорю. И вот когда туда придёшь, в монастырь, допустим, монахом, начинаешь говорить, писание совершенно никакой роли для них не играет. Никакой. И вот какие монахи в те годы-то сидели, как они, главное, вера от слышания, а у православных стало вера от желудка, от кусовых присосков на языке. Вот когда можно, когда нельзя. Недавно у меня один батюшка звонит. Вот нашёл там, говорит, у меня знакомый есть один, и вино продаёт. У него свой виноградник. Но до того вино хорошее, до того пушистое, душистое. Ну, я согласен. Но оно, говорит, горьковатое. Но оно и должно быть такое. Давится-то. Ну, вот решил маленько сахарку добавить. Я так и вздрогнул. Отец, ты то ли, как говорится, чокнулся, или у тебя катушки сгорели. Да какой же сахар крови Господней? Ты думаешь или нет? Соль бы ещё пошла. Но нельзя добавлять. Там всё-таки объяснимо, что кровь, она солоноватый вкус имеет. И взял. В Глевкас написано. Молодое вино. Глевкас. Ну, греки тут есть, они скажут, что это такое. Адвентисты говорят, это виноградный сок. Нет, это вино. Ну, вино, ну, а как ребёнку? Вот я даю. Да ты дай ему одну капельку или две капли. Там ложечку обмакни и капни ему наездык. Вот и причастил его. Зачем тебе ему в рот-то вливать полную ложку-то? Это я вот недавно беседовал. Ну, ладно тогда так. Я говорю, да что ладно? Ты меня просто испугал. Что вы думаете-то? Ты везде можешь прибавлять и добавлять. Такой вины не будет, как здесь. Здесь единственное место на земле, где ничего нельзя добавлять. Это кровь Христова. Как ты можешь её разбавлять? Взял, дал, пили, стало кровью. Ну, согласился. Так это не только это. Вот рыбу можно, рыбу нельзя. Сегодня, среди недели, рыбу можно. Почему? Николай, чудотворца, мирликийского. День сегодня, память. А ему несколько дней в году. Ну, правильно. И монахи сделали. Вот сегодня попадает на среду. На среде нет рыбы. Не разрешается по уставу. Но ради Николай, чудотворца, разрешается. Мы сегодня едим и славим. Едим и славим Бога. А вот до этого, кроме среды пятницы, нельзя было. Остальные дни можно было есть. А вот сегодня, с 19-го, со дня Николы, чудотворца, рыбу до Рождества можно есть только в субботу-воскресенье. Только. Но самое интересное, с рыбой расправились на Лазарева суббота. Перед входом Господня в Иерусалим, Лазарево суббота называется, Христос его воскресил. И придумали монахи, что рыбу нельзя, а икру можно. Вот один день такой только. Ну рыба и икра, ну все одинаковое там. Нет. Рыба теперь стала как гроб, а внутри ее семя живое. Лазарь воскресший, икра. Мы ее едим. Вспоминаем. Не лазаря мы грызем. Вот у человека, когда что-то трудно, там где-то, ну теперь пой лазаря, говорю. То есть, ну, отходную считай. Это в народное пословище, в поговорки вошло. И все через язык, не через слышание. Я это все знал с детства. Вот я родился в такой семье киржатской. Все знал. И держался строго, и держусь. А слышать о Христе ни слова, никто не знал, кто он такой. Я считал всегда, что Божья Матерь больше Христа, потому что она мать. Я по-человечески судил. А что он Господь, Бог, никто мне не сказал. И что умер за меня, никто не сказал. Я имею внутри только намерение, только вот тогда все. Вот как нужно нам рассудить и себя поставить пониже маленько. Не возноситься. И вот там, когда считали вал фигуру, я уж не стал ничего говорить. Это натяжка наша. Неважно. Вал фигуру он хотел доказать или нет, но добавлять нельзя. А когда говорится в Откровении, то речь идет о книге Откровения. Пророчества нельзя добавлять. Никакие пластиковые карты, ни чипы, ничего туда нельзя добавлять. А сегодня-то умирают от этого. Что земля плоская там, ну и дальше всякую суют дребедень. В школе-то не учились, за девками пробегали, а теперь аскуда умели? Ну вот так. Отошел. Тихо, Христос. Следующее тема. О молитвенном почитании и призывании Пресвятой Богородицы и Пресвятой Девы Марии. Евангелие от Матфея 1.23. Все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Прокысая 7.14. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Евангелие от Луки, 1 глава, 46 по 50 стихи. И сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что призрело на смирение рыбы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его». Святая Церковь Христова чтит Пресвятую Богородицу выше всех святых, выше бесплотных сил небесных, почитает и величает ее, как честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения воистину Серафим, родившую нам Бога-человека Христа, воплотившегося от нее и Духа Святого Спасителя Мира, и исповедуя ее преснодеваю в Рождестве и по Рождестве, детство сохранившую, блажает ее, как Матерь Господа, и умоляет ее о помощи и заступничестве пред престолом ее Сына за весь грешный мир. 2 Петра 1.21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимые Духом Святым. Евангелие от Матфея 1.23 «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит Бог». Иезекииля 44.2 «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены». Евангелие от Луки 1.41 по 49 стихи «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. Елисавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала «Благословен ты между женами, и благословен плод чрева твоего». «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чреве моем и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Сказала Мария «Величит душа моя Господа и возрадовался дух мой о Боге спасителе моем, что призвело на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его». Разбор возражений сектантов. Первое возражение сектант. Иеремия 44 17 «Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали мы и отцы наши, цари наши и князья наши». Православные в приведенном месте говорится о тех уидеях, которые оставили Господа и стали служить Ваалу и Астарке в земле египетской. Стихи 1 8 «Слово, которое было к Иеремии о всех иудеях, живущих в земле египетской, поселившихся в Макдоле и Тафнисе и вновь ее земле Пафрос». 8 «Прогневляя меня изделием рук своих кождением иным богам земли египетской, куда вы пришли жить, чтобы погубить себя и сделаться проклятием и поношением у всех народов земли, принося им жертву и мужей и жен, взрослых детей и младенцев». Стих 7 «И ныне так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, «Зачем вы делаете это великое зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жен, взрослых детей и младенцев из среды иудеи, чтобы не оставить у себя остатка?» И к верующим в истинного Бога христианам конечно относиться не может Астарта Божество Сидонское 3 Царство 11.5 «И стал Соломон служить Астарте Божеству Сидонскому и Милхому мерзости Аммонитской, считавшейся богиней неба, которой язычники приносили человеческие жертвы, сопровождавшиеся блудом». «Изброценность» 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 Испешник сатаны там пишет и пишет. Удалите его напрочь. Сейчас я его удалю. Как его имя-то? Где он есть-то? Последнее сообщение. Евгения Шкорина, что ли, это? У него числа два-три что-то, Эльми, что ли? Не могу понять, откуда, о каком речь идет. Он в чате пишет? А, да, тут же пишет, переписывается там пацаны наши. И вот этот... Напишите, кто. Аня не пишет, ничего. Алексей Цединов или кого удалит? Сергей Аптушенко, слышите меня? На кого там жалоба-то? На Цединово? А нет, вроде. Ну что, он в другой группе где-то читает? Нету такого, Эльф? У которого ты назвал, он и есть. Он хулиган. Цединов? Да. Почему все молчат, не могу понять. Да, они туда с ним переписываются, заняться нечем. Не молчать. Он... Цединов там не написано, там написано, Ельф 23, сколько там? Вон 2305. Сколько времени отнимают эти? Так. Продолжение следует... 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 Выкиньте, конечно. Вам нужно щелкнуть на участников чата, чтобы список вы увидели. Вверху, посмотрите, 24 в звонке. Нажимается? Почему-то не нажимается. С правой стороны, проверим, вот где этот регулятор, такие три точки. Нет, нету здесь. А как вы добавляли людей, где это регулируется у вас? Правой кнопкой нажмите по группе этой, да. Сейчас, подождите. Залите с вашего списка. Нет, нет, нет. Управление списками нет. Управление списками есть, да. Нет, нет, нет. Нет, не вижу здесь, не вижу. Посмотреть личные данные, может быть, там что-то. Ну, администратор должен обязательно как-то удалить. Должна быть такая возможность. Ну, вот здесь вот галочка сделать историю чата доступной для всех, может быть, убрать эту галочку. Нет, нет, нет. Закрывайте это окно, ничего не даст. Сейчас, подождите еще секунду. А вот внизу вот плюсик, где поставить трубку. А, погодите, а ну-ка наведите, вот на людей понаводите. Ага, вот, ищите его здесь и поставьте ему трубку. Есть он тут? Вот, без фотографии пропустили вы одного, правее чуть. Вот рядом со мной, левее. Это Людмила Куликова, нету его здесь? Странно. Странно, очень странно. А вот он, вот я на него щелкаю, вот он у меня, видишь, Алексей Цединов, вот я его заблокировал. Нет, это вы заблокировали у себя его. Вот, вот это вот его. Ну, назад, назад в чат. Надо в личные данные блокировать. Нет, нет, подождите. Ну-ка найдите его здесь еще раз в списке там. Правой кнопкой по нему здесь нельзя щелкнуть в списке сообщений. Алекс, вот, пропустили. Сам внизу. Ниже, ниже, не-не-не, конец, где вы были только что? В начало, вернее, сообщений. Последнее сообщение где? А, все, вышел. Он вышел. Он вышел. Ну, слава Богу. Он есть вообще в списке, но он числится, что в звонке не находится. Ну, вышел он, вышел он, все. Так, продолжаем. Так, продолжаем. Так, продолжаем. Так, час прошел. Может, вопросы у кого есть, когда идти кончу? Пожалуйста, время ваше. Пожалуйста, задавайте вопросы. Есть вопросы? Ну, вот, мир вам, братья, это Роман Фроликов. Сейчас вот этот Алексей Цыденов по фотографии узнаю. Он с Игнатией Тихоновичем как-то пытался выйти на связь. Видео есть, как они там. Одну минуту, что ли, что-то там не получилось у них разговор. Китая. Я не помню, как он назывался тебя тогда. Вот. Что вы на него столько развлекаетесь? Ну, зашел, вышел, нагадил, ушел. Что теперь? Ну, жалко человека. Ну, помолись за него и жалко. Писание нам говорит, не приветствуйте никого, когда идете на благовестие. Не тратьте время. Не отвлекайтесь на ненужные вещи. Вопросы к Игнатию Тихоновичу, пожалуйста, задавайте. Вопросы к Игнатию Тихоновичу. Нет вопросов? У меня вот вопрос о Библии, о скопцах говорит, о скопцах, которые себя оскопили, о скопце от человеков. Как понимать? Игнатий Тихонович. Это ко мне вопрос? Да, да, да. Ну, значит, убедили, о который себя он родился такой, что ему неважно, есть женщина или нет. А другого убедили. Стоит ли тебе это осеменять все так, со спутанными ногами-то? Горе. И говорит, горе кормящимся сами, все это горе. И поэтому другие его оскопили. А скопили, значит, убедили, да? Убедили, что лучше одному спасать это. Для вечности-то нет значения, ты тысячу лет жил, тысячу детей нарожал. Главное, что не женатый заботится о Господнем, а женатый ему некогда. Во всякую суету, деньги не хватает, дети подрастают, да еще непослушные, да жена сварливая. Тут у мужика голова кругом идет. Я вот заметил, что девочки учатся в школе четвертый, пятый, шестой класс лучше мальчиков в основном. Она как будто раньше начинает созревать или что-то, а он похуже учится. Но она начинает деградировать, терять память намного раньше, лет на 20. Жириновский говорит, как женщина 50 лет исполнена, сразу ее в психиатрическую больницу отправляйте. Ну, конечно, он говорит о неверующих. Поэтому норма-то не подходит для верующих. Если она надеется на Бога, послушная. Самое трудное, даже не знают люди, самое трудное, это какое дело? Отвергнись с себя. Второе, возьми крест и третье, следуй за мной. Три ступеньки. Первое, отвергнись с себя. Ругают тебя, хулят тебя там, хвалят. Ну, успокойся, послушай маленько там. Стыдно, не стыдно. Ну, сказать нельзя. Только подозрение у женщины падает, что ее не похвалили. Она взрывается сразу. И при том это не здесь, только везде. На работе вот где бываешь. Вот у мусульман сумели ее с детства так настоять, что она молчит. Она молчит. И он учили молчать. Отвергнись с себя, своих пожеланий, похотений, стремлений, если они не к Богу ведут. А жене учить не позволяю. Понимаете? Не написано, ни рабам это позволяется, больному позволяется. Жене учить не позволяю. Не властвовать над мужем. Почему он говорит не властвовать? Потому что они властолюбивые. Салтычиха. Такой злобной не было в государстве, как Салтычиха. На ее совести больше ста дворовых, которых она убила. Убила собственноручно. Потом ее дело разобрали и ее арестовали. Так она там в заключении-то еще нажила ребенка. Женский характер очень неспокойное существо. Я говорю о неверующих. А то душа по природе христианка. Душа по природе язычница. Она по природе сотворенная христианка. А сегодня она такая капризная. Научить ее быть подчинением. У нас в детском лагере я 45 лет начальником был, основателем. Мы это строго держали. И они быстро привыкали к этому. Она девочка. Вот интересно. Там случилась какая-то неприятность за границей. Сейчас я могу уже не сказать это в Конго. Вот. И там был представитель советской власти в посольстве. Хохлов фамилия запомнилась. Да давно-давно это было. Я в школе учился еще. И вот его вызвали и спросили там графа, свидетели. Какое вероисповедание? Он говорит, я атеист. А что это такое? Она не поймет. А ей подсказывают, он в Бога не верит. В Бога не верит? Она сразу от него отодвинулась. В Бога не верит? Вот теперь вспомнишь Достоевска, когда Иван Карамазов говорит, если Бога нет, все дозволено. Почему Зосима удивился? Вы считаете так? Да, именно так. Все дозволено. Его в свидетели не взяли. Он может солгать, поклясться. Бога-то нет. Бога-то нет. А когда Бог накажут? Когда к Нему пойдешь? У-у-у, да если нет. Нет. А для верующих это страшные слова. Бог накажет. Прости меня. Даже невиновный Он и то склонит голову. Судом Божиим пугает. Вот мы должны, разбирая Священное Писание, как раз об этом думать. Что сказать? Мы такие богаты. Такое сокровище Бог дал. То, что сейчас мы считаем, это не все мое. Я из разных книг это брал. Что-то опыт. А опыт 55 лет. Это не просто так. И до конца еще всей глубины. Вот никак. Вот сегодня Сергей Павлович читал, говорит, и Эммануил, что значит с нами Бог. Он прочитал, что значит Бог. Или у него в оригинале там по-другому написано. С греческого считает он. Или с еврейского. Почему слово с нами-то не почитал? Вот это я уже вопросы задаю. Ну, для размышления. Когда считаем Слово Божие, нужно прячься. Не пропустить. Ибо одна черта дороже неба и земли. Господь говорит. Нам Бог это открыл. Мы не будем на этом настаивать. Где, о чем не говорится прямо. Вот эту тему, которая идет. По этой теме я никогда диспуты не вел. Он не верит. Ну, не верит, да и не верит. Лишь бы не хулил. Православные никак не могут остановиться на этой вершине. Они сами себя свергают. Нет, обязательно. Я обязательно молюсь. Каждый день. Каждый, можно сейчас сказать. И днем, и ночью. Божья Матерь, покроем афором любви. Я молился всегда, когда мы были в этом путешествии длительном по Европам. И она покрыла нас любовью своей. Вот смотришь где. Документ не дают. Его оттуда вытаскивают. Бьют. А мы везде все давали, отдавали. И проехали. И нас не арестовали нигде ничего. Это же не игрушка. Сто двадцать тысяч километров. По чужим странам. Мусульманским. Господь Смирянному дает благодать. Мы так поехали, собрались один к одному. Ничего не знаем. Мы доверились Богу, Божьей Матери. Да-ка, Божья Матерь еще она тебе даст. Ну, ты так считаешь. Я не буду спорить, не доказывать. Говорят, а она сказала, будут меня ублажать все роды. Слово ублажать не означает, что относится именно только к ней. Заряди в поисковик библейский. Слово ублажать-то относится к кому еще? Надо знать, как доказывать. Доказательства есть, а настаивать не можем. А вот сейчас бы баптисты присоединились и сказали, «Ну, мы не будем Божьей Матерью вот как вы молиться». Вот я, если бы имел власть, я бы сказал, ну и ладно, раз никак. Но вы скажите, как возникло это, чтобы люди не хулили, не поносили. Вот и все. А поклонение ангелам? Да, доказать можно. Поклонялись ангелам святые. Ну вот все пока. Вопросы. Что-то там заходил же человек-то. Его что? Что-то не вижу. А Борис Семенович-то здесь нет? Нету, да. Здесь? Здесь. Ну что? Держись крепко, молимся за тебя. А скопцы, которые сделали себя сами, это как? Матфея 19, 12. Что сделали? Сами себя скопцами для Царства Небесного. Это как они сами себя сделали? Я вопрос не понял. Покажи, где написано. Матфея 19, 12. Есть скопцы, которые из чрева матерного родились. Ну вот родился такой, которому разницы никакой нет. Он безразличный. Это понятно. Это понятно. Вы объясняли. Дальше. Второе. Есть скопцы, которые скоплены от людей. Это которых убедили. Это тоже вы объясняли. Убедили. А первый, это импотент родился такой. И третий. Скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Никто их не убеждал. А как они сами убедились? Сами себя убедили. Твердо приняли решение. Большинство монахов относятся к этому как раз типу людей. Он такой был. А теперь стал другой. Отвергся себя. В эту яму не впал. И молился Богу. Боролся постом молитвы. Умерщал плоть свою. И в женщинском монастыре также боролись. Сами себя. Его никто не убеждал. Он понял просто. А зачем мне это? Я для Бога-то совсем негожий. Вот они не вышли замуж, я знаю, девушки. Трое они решили так. Ну, я не знаю, обед давали или нет. Ну, как только воскресенье, суббота, они резиновые сапоги надевают и пошли в соседние деревни. Там и благовествуют, за бабушками ухаживают и все. А было бы что-то на Бремя-то, они бы никуда не поехали. Не пошли, то есть. А так она Богу доверилась. И Златоуст говорит, у нее защита одна, Бог. А у замужей-то муж должен защищать ее. Все. Спаси Христос. Еще вопросы? У нас тут надвигается день такой. 4 февраля отцу Акима будет 40 лет, как он в священном сане. И он меня спрашивает, может, как-то это отметить? Я говорю, а почему же нет-то? И так как сейчас дороги перекрыты, то здесь будет в Барнауле. И пригласить митрополита, священников. Места хоть маловато, но все равно. В тесноте да не в обиде. Так что будете молиться, иногда так вспомните о нас, грешных. Чтобы Господь все это устроил. Еще больше месяца. Полтора тут. Чтобы это было благословенно, как в Потеряевке. Здесь у нас еще митрополит ни разу не служил. И не был. Все. Эд Ян задает вопрос. Игнатий Тихонович, сейчас демократия восхваляет женщин и требует такие же права, как у мужчин. Смотрел ваш ролик про подкаблучников. Восклицательный знак. В России 60% браков разводятся. Это устаревшая статистика. Я сегодня по радио услышал. Из тысячи браков 932 развода по России. Как вы думаете, подкаблучников воспитывают те женщины, которые воспитывают своих детей без мужа? В большинстве. Об этом хорошо у Степаненко Максима. Он дает там подсчет процентов, которые уже не мы исследовали. Но не только. Бывает так, что мужчина, он один даже с матерью был. И она правильно его воспитала. Если он женился, он сразу ставит на место. Он мне брат рассказывал в армии. В советское время, там где-то еще 66-й год примерно. Ну и он говорит, я вот надумал, ко мне вот приходят тут. Показал, какая девушка хорошая. Ну, и однажды она брюки надела. Он сразу же брюки эти изрубил. Пошел к ней туда и изрубил на мелкую лапшу. А парень, говорит, неверующий вроде. И сказал, чтобы этого не было. Она сразу согласилась. Ну, можно маленько-то следить за этим. Ты понимаешь, мужчине нравится. Он лежит на диване, щелкает телевизор, переключает. Сказали, ну-ка, одевайся. Он готово, оделся, отвез ее на дачу. Теперь там еще сидит, щелкает. Ну и умрет-то он намного раньше ее. А ты находи работу и работай. Чтобы она, глядя на тебя, непрерывно. Вот есть такое песнопение где-то. Благодарю тебя, Господи, что ты отдал мне мужа. Знаете это? Мне тут подарил, Кальмаев составил из моих фотографий. Надежда там и подарил мужа. Она поет женщина. Ты, Господи, подарил мне. Я у него одна и дальше. Ну, хорошие слова. Женщина должна благодарить Бога. И мужчина благодарит также. Все. Нет, Ян благодарит за ответ. Ну и вот такое утверждение, что если сын воспитывался в семье подкаблучника, то из него уже, ну, большая вероятность, что он тоже будет подкаблучником. Примера-то положительного нету. Но если не уверует в подписании, то это конечно. Ну, я скажу так, вот не угадаешь. Я живу у хозяйки одной. Ну, на квартире. Всю жизнь на квартирах жил-то. Учился когда. Вот. Ее звать Улита Григорьевна. И у нее такие несчастья в доме. Мужа на операции зарезали. Сын на стройке был. Подняли там башню срывать. Опрокинули машину, убили. И вот такое вот. У одной дочери детей не было. Офицер. И они взяли приемного ребенка. Ну, так как бы возьмешь какие там у него родители. Вот в заключении бывает там она рожает. И сразу отказывается. И охранец. И берут детей. Хорошие ребятишки. От зэков. Как лет шестнадцать. Как взбесились. Из дома бегут. Ну, и думали этот такой будет. Он вырос. Учился на пятерке одни. Пошел в Новосибирский медицинский там университет. И сделался, кажется, глазным врачом. Да хана рассказывать. Я с ним не встречался. В нем бабки души нещают. Как он обихаживает их. Как он заботится. Но она ему не родная бабка. Она говорит, мои родные дети ко мне так не относятся, как он. Но она ему, конечно, о Боге говорит. И у Литы Григорьевны, звать Захарова. Вот какое дело-то. Так не угадаешь. Своё ребенок, он не такой, как это. Вспомните, Джейн Эйр. Когда она была в семье там, как над ней издевались. Какие они злые дети-то были. А она одна такая, ну, отвечала, конечно, с солью приправленной. Так что тут в человеке, конечно, решает самую главную роль избрание. Ну и воспитание. Вот мы в нашей семье тут пять сыновей, пять братьев, пять сестер. А мы это не знали, слово подкаблучник. Мы видели это, как в семье отношения. И мать что-то бурчит, бывает где-то. Так, но как только отец вышел, всё, разговор окончен. Об отца она никогда-никогда не судила отца. А он без руки, да ещё и не слышал. Он контуженный был. Всё, разговор закончил. Отец за всем смотрел. Вот смотрят, там чугуны стоят. Ну, растаяло на лавке-то, ребёнок обожжётся, он срога следил. Столько детей десять, ни один не обжёгся, ни один глаза не выколол. Он как коршун над нами был. Мягкий сердцем. И такой, чтобы властью там командовал, никогда. Вот пойдёт через дорогу к соседям. Марья, я к Семёну пошёл. Маленько погодя, она, мать, копается там в печку, русская печь. Он опять, Марья, я к Семёну, да иди ты десять раз доложился. Мать, махнёт рукой, пошёл. Вот так вот, такая вот забота была, чтобы не подумали, не искали, а я вот там-то. Даже вот в этом. Матери один пришёл, там Семён Плешков. Марья, а где Тихон? Да это колхозное собрание, колхозное. Он к Груне ушёл, Груша тут недалёко живёт-то. Мать подумала, что делать? Пойду я окошки переколочу. Потом говорит, дура, что я буду делать-то? Пойду я сама на собрание. Пришла на собрание, а Тихон в первом ряде сидит, как огурчик. Она, мать, говорит, всё, что ж ты меня на зло-то навёл-то? Да я пошутил, тётка Марья. Вот и всё. А он сидит в первом ряду в колхозном собрании, и знать ещё не знает, какие уже тут круги наворачивает Сатана. Никогда не надо спешить, надо обдумать, посмотреть, проверить. Даже Господь, говорит, на небо увидел, что люди согрешают перед потопом. Говорит, сойдём и посмотрим. Так копли-вопли на них там, на Содом тоже. Сойдём. Ну, Богу не надо сходить, но это показывает, что Бог тщательно вникает, прежде чем наказать. Прежде чем послать тебе болезнь какую-то. Тщательно разбирает, перенесём или нет. А вот читаем 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. При увеличении страданий подастся облегчение, чтобы мы могли перенести. Вот и весь ответ. Вчера я это не мог перенести, а сегодня я переношу. Я женщинам всем говорю, будьте внимательны. Не оговаривайтесь. У меня одна знакомая есть, говорит, я всегда считал, что я умнее его. Даже подравняться и то, говорит, не хотел. Ну и подравнялась одна сейчас на кухне стою, а он ушёл другой. Мужчина тяжело переносит это, если он нормальный мужчина. Трогать нельзя женщину. А если бы он её по-щеченски-то воспитывал, так она бы, конечно, спокойная была. Вот и всё. Дмитрий задаёт вопрос. Как общаться с неверующими родными, которые не хотят слушать и делать то, что говорится в Библии? Ну никак один раз скажи, после первого-второго вразумления, как иеретика, отвращайся. Знай, говорит, что он грешит, будучи самоосужденный. Ну и как больше? Нам не поставлено в задачу убедить, а написанное поведут перед царями для свидетельства. Вот свидетельство должно быть, какое бы он ни был. Хотя бы один раз. Для свидетельства, но не для убеждения, переубеждения для победы в спорах. Не надо. Никогда нельзя спорить. Спорить не надо. Ты сказал один раз, замолкни, а он дальше. Это его дело. Со Христом спорили, с учениками спорили, но нигде не написано, что они спорили. Или Христос спорил. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он развещает истину. Давайте. Дмитрий, понял, благодарю. Да, во славу Божию. Игнатий Тихонович. Да. Знаю много... Ну, не один случай, когда у мусульман тоже есть подкаблучники. Там, ой-ой, какие страсти кипят. Мусульмане придерживают... В каком государстве это было? В России, конечно. Ну, в России тут такое мусульманство, только воевать могут. А если где-то в Саудовской Аравии или в Тунисе-то, там бы она кто-то не раскрыла. Её сразу казнят. В Азербайджане знают. Ну, это тут... О них те мусульмане, которые радикалы такие, они даже этих не признают за мусульман. У нас были мусульмане, они и пьют водку и салом закусывают. А это для них смертный грех. Ну, это мусульмане так говорят, по названию. А настоящей нет. Она одета, как положено. Она смиренная. Я вон считал журнал, делают там невесты какие в Германии. И немцы оттуда выписывают. Он сам не едет, а он посмотрит все данные её, знакомятся. И потом она приезжает. Он оплачивает дорогу, познакомится ближе, спрашивает, а почему? Они, говорят, послушные и молчаливые. А язык я ей научу. Я поеду в командировку, знаю, что она ничего не сделает плохого. Вот весь ответ. Это я немецкие журналы когда-то читал, и такое нашёл. А немцы народ осмотрительный, умный. Евгений Шкорина задаёт вопрос какой-то непонятный. Ну, пусть сам зайдёт. Почему сам это не заходит? Почему с перекладными? Бывает, что микрофонов у людей нет. А-а-а. Так. Игнать Тихонович, может ли такое явление, как подкаблучник, быть желанием женщины быть слабее? Ещё раз скажу. Вы зайдите в ВКонтакте на Максима Степаненко. Он эти вопросы подробно-подробно со статистикой разбирает. Он умел. Женщина его сразу высчитывает. Она властная. И она вот знакомая парня, который, даже он хуже всех, она его высчитает. Ей как раз это надо. Она подкаблучника по запаху узнает. Вот такое дело. Подкаблучник это и юбочник. Это, как правило, они изменники такие. Как у нас говорят, кобель безхвостый. Ещё что есть? Можно я? Игнатий Тихонович, мир вам. Сегодня вот что смотрела ваше воспоминание об отце. Очень интересно. Какая у вас память, точно как у отца получается. И мышление ваше похоже. И ещё титры идут у вас внизу. Но такие смешные. Они вовсе как бы повторяют ваши слова, но как по-китайски. Совсем другой переводка идёт. Смешно. Я, Рахиль, подумал, может быть, ещё мне составить воспоминание о матери. О да. Хорошо было бы. Очень интересно. Я могу завтра Володеньку попросить, чтобы он записал. Будет интересно. Потому что женщины могли бы из этого образа научиться. У нас вот улица в Потеряевке одна. И улица имени Марии Лапкиной. Я данные дал, когда запросили, как улица называть. Ну как, Вишневая, Подстёпная. Нет, я говорю. Наша мать. Мать-героиня. Героиня. Звезда золотая. Десять детей, воспитавшая, родившая. А было двенадцать. Муж-инвалид Отечественной войны. Три её родных брата на фронте погибли. Она жила в Потеряевке почти всю жизнь. И теперь приехала первая на восстановление. И в районе утвердили. А потом в архитектурный отдел краевой. Так улица называется. Марии Лапкиной. Мы её, когда начали строить, нам говорили, бывшая Потеряевка. А теперь какое отношение Потеряевы имеют-то? Вы назовите Лапкиной деревню? Я говорю, нет. Мы восстанавливаем деревню, а не на новом месте основываем. Но улицу мы могли назвать вот так. Будем ждать. Да, она может кому-то послужить примером. А то одного ребёнка, двоих имеют и уже запурхались. Ну, что там? Давайте, ещё шесть минут есть. Эд Ян, я живу в Нагорном Карабахе. У нас конфликт с Азербайджаном. И часто бывают стычки. Грех ли воевать? Грех. Пусть он на меня выйдет. Я ему скину материал, называется о войне. Это материал из книги к истинному православию. Пусть сразу, как вот кончим говорить-то. И он брякнет на меня. Я могу даже по скайпу с ним поговорить. И скину большой-большой материал. Там всё сказано. Вы сюда скиньте. Сюда, пожалуйста, в чат скиньте. Куда? Кто я? Да, да. Вы вот в этот чат сюда вот. Крепочку. Когда кончим, я могу скинуть сюда. А потом... Да я скидывал уже. Я скидывал этот материал. Посмотрите. Там он стоит. О войне называется. Война, да, называется? О войне. Или война. Другого я ничего не могу сказать. Я долго работал над этой темой. По всем святым отцам. По Библии. По канонам. По житьям святых. Давайте. Говорите. Игнатий Тихонович. По поводу войны. Я почитал вашу ссылку. Столько вопросов возникло. Ничего не понимаю. Георгий Победоносец. Копьём. Дмитрий Донской. Александр Невский. Прежде чем стать святыми, если не море, реки крови пролили. Монахи. Соловецкий монастырь. Отражали нападение стрелков. Монахи. Да. Читают так. По Библии так. Но не последние люди в православии. Князь Владимир Русь крестил. Тоже кровь проливал. Пускай язычников проливал. И столько-столько много всего. То есть. Как это понимать? Вопрос какой стоит? В чём? Как понимать? Противоречий много. Ну, вроде бы. С чем противоречий? Это вы сразу скажите. Если вы верующий. И верите, что есть Бог. И что у него был, у Бога, как образом сказать, план. Спасти людей. Послал Сына Единородного. Для нас есть Библия руководство. Вы по Библии смотрите. Он говорит. Ненавидь врага. А я говорю. А я. То есть противоположно. Было сказано. Идите на север. А я говорю вам. Идите на юг. Было на запад. А я говорю на восток. А я. А я говорю вам. Любите врагов ваших. Почему Христос не послал апостолов проповедовать о войне? А государство Израиль в это время было под римской питою. Самостоятельности не было. Почему он не защитил апостолов и пророков? Почему сам не защитился? Я говорю. Разве не мог бы сейчас 12 легионов ангелов выстоять? Когда один ангел махнул мечом и 185 тысяч гробов сразу получилось. Библия нам говорит. Мы должны смотреть Библию, по которой Бог будет нас судить. Все. Все остальное отпадает. Отпадает. Это все нарушение. И они ответят каждый за себя. Притом биографии стилизуются. Подписываются. Вот пишут об Александре Невском. От юности. Его. Акафист ему. От юности возлюбил ЕСИ. Житие монастырское. Там вранье сплошное. Он любил. От юности возлюбил править. От юности возлюбил скакать на коне. Махать мечом. Стрелять из автомата. Вот нам-то что сказать-то. Да, он защищал государство. Так вы его не признаете? Я говорю, я его в упор не вижу. Я не Александра знаю, а Алексея. Когда он принял схему. Вот этого я знаю. А это зачем мне знать? Я Савла не знаю. Я знаю Павла, который получился. Савл гонитель. Зачем мне его знать-то? Савл в аду. А Павел в раю. Вот один и тот же человек-то. Был Савлом, стал Павлом. И так в любом положении. А вот Ушаков. Да это все надумано. Министерство обороны сказали канонизировать. За что его канонизировать-то? Ушаков. Кроме крови-то ничего и нет. И вопросов никаких нету. Если будет говорить не то. А это не то. Считайте Галатом. Первая глава. Восьмой-девятый стих. Записывайте, когда я говорю. Галатом 1-8-9. А что толку? Говорю, а не записывайте. Если кто будет говорить не то, что мы проповедовали. Даже ангел с неба. Или все апостолы вместе. Да будет анапима. Проклятие ему. Все кончилось. Что вы перед какими-то людьми горбатитесь? Бога бойся. Ему одному служи. Не сатане. Это сатана любит кровь проливать. А Христос умер за каждую душу. А мы душу положить за ближних своих. Где положить-то? Когда ты идешь в душу, не положить свою, а убиваешь других из них, душу вытряхиваешь. Тут надо определенно, четко ставить позицию. Я хочу быть со Христом. Руководство Евангелия. Все. Об остальных биографиях меня на суде о Божьем Бог не спросит. Дальше запишите. Евангелие от Иоанна 12-48. Иоанна 12-48. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. Но если оно будет судить, значит, по нему и жить надо. Какая война? Где? О которой материалы война считали? Вы видели, сколько было отказников? Вы видели про Андрея Стратилата? Там почти три тысячи человек. Воинов какие. Памятники. А все шеи склонили, всех убили. Они сразу в рай пошли. Они могли бы сдачи дать. Нет. И вот теперь Иерон. Где Иерону памятники? Где храм его? А он не пошел. Сбросил военную одежду и говорит, в армию не пойду. Его казнили. Почему это скрывается? А вот Лонгин, сотник около креста, Христова уверовал. Ну, уверовал еще дальше. Но, однако же, он остался. Нет, он ушел. Он подал рапорт об увольнении и все. Жития его, говорит. Считайте, жития. И такие, о которых говорится в Библии, в Новом Завете, они все стали гражданскими и пошли проповедовать. Ну, не люблю, когда врут нахально. Как один говорил, больше моего. Ну, вот и все, ответ. У меня такое сомнение. Никогда не было. Я сразу во свете Библии все смотрю. У меня книги называются во свете Библии. Бог заповедует так, заповедует. Выше этого нельзя. А остальное тут это. Иоанн Златоус говорит. А люди будут говорить вот так, вот так. А ты сравни, говорит. Писк, комара, жужжание жука, карканье вороны. Это мнение людей. Я, говорю, тебе представляю слова владычные, владыки неба и земли. А ты мне человеческие. Это большая разница. Не один к одному. Это не сходится. Мы должны перечеркнуть. Прежнюю свою службу. Учил там патриотизм. В комсомольской правде писали. Генерал-майор в отставке. И ходил в школу. И преподавал военное дело, искусство. Ну, а когда пошел домой-то он. Пурашка на нем все военное наденет там. Его на остановке там подошли хулиганы. Стали деньги требовать. Но не дал. Они его сбили. Пинает. Грязь. Я, говорит, только под ногами-то вижу. А он до этого говорил, наше поколение такое. Готовое защищать Родину. Я им проповедую там все это военное дело-то. Я, говорит, вижу, стоят двое военных и ни один не заступился. Ему, говорит, а какое чувство было. Мне хотелось, говорит, в руки пулемет. Не автоматом пулемет взять и строчить, строчить, строчить. Все. Он весь класс все порушил. Вот как класс фильм показан. Вот и все, твое генеральское полетело. У одного один сын отправил его в Афганистане. Убили. И сын-то хороший был. А теперь один. У него никого нету. И куда делась его гордость? Он ходил. Теперь никуда не идет. Ни на парады никуда. Он сидит и плачет. Защита. Такие он показал результаты везде. Везде он там на олимпиадах и в школе. Везде передовой. А теперь его нет. Он гниет. А был бы дома. Дома. Я с Николаем Леоновым переговаривался на Украине. Он неоднократно чемпион мира по киксбоксингу. Ну, как борьба без правил. Там похожая такая. Я ему говорил, а он спорил. Надо воевать. Я в дороге был еще. А в это время он с автоматами ехал в автобусе. И кто-то дал наводку. И летел вертолет или самолет. И прямо ракетой в автобус все погибли. А мне говорят, а как вы знали, что он погибнет? А я ему это сказал. Взявший меч, от меча погибнет. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Считайте 13 главу Откровения. Ты взял меч, ты уже погиб. Все. Георгий Победа носит с копьем. Так с копьем это нарисовали. Это все его биография по ведению. А вот интересно, в нем сколько наковыряли, то католики, они же одинаково с нами канонизированы, они его деканонизировали. То есть выщеркнули списком святых. Там ничего не сходится с биографией его. Они врут, на чем стоят, это житописатели пишут. Католики деканонизировали его и Николыча Дотворца. Из него сделали Санта Клауса, Деда Мороза. А вот православном, тут что угодно городе, все. Батюшка, спаси Христос. Не воевать. И у нас специально кто-то не хочет, я ему скину, как мы пишем в военкомат. Но надо хотя бы до призывник, когда идет за полгода. Там комиссия, священник сидит, уговаривает. У нас никто не идет, которые к нам близкие люди. Пишут заявление. Их тогда надо брать не на полтора года, а на три. И ухаживают где-то за заразными. А на самом деле никого не берут. Бог так сделал-то. Его нельзя преследовать. Ему военный билет выдают, и не военно обязанный. Притом все. А другие пошли. Пошли, значит, башка долой. А тебя пошлют в горячей точке, там куда угодно. 14 700 гробов. Это каково? 9 лет. 9 лет пробыли в Афганистане. Приобрели Афганистан? Но... Нет. Не приобрели туда, в Афганистан. Даже царь не лезть никогда. Что сказать, палкой жандармерия не была вооружена никогда. Попутно. Дожились. Игнатий Тихонович, я много веду работы с детьми в школах. Как бы я активно занимаюсь общественной деятельностью и все такое прочее. Сам служил в армии, в пограничных войсках. Всегда считал, так воспитан был, что защищать Родину, стоять на охране рубежей – святое дело. Также в том же духе воспитываю детей сейчас. Сейчас много говорю, защита Отечества – это святое. И когда начал посещать вот эти занятия, прочитал вашу ссылку о войне, перевернулось все в голове, согласно Библии. И у меня взрыв в мозгах, как, что всему, чему я обучен, вот идеологически, все, что я знал, в чем был уверен в святости вот этого, что Родину, защита Родины, защита своей семьи, оказывается, все это пустое, ничего не надо. Ничего, я говорю, взрыв в мозгах. Вы знаете, в царское время, сейчас такие тоже есть уже части, полковые были священники, на море были, и был один проповедник, такой миссионер, миссионер, отец Спиридон Кисляков, и он на войну благословлял это, и потом вдруг он обратился к Богу. Вы послушайте его исповедь, у нас она на сайте есть, как он рыдал, я вас на смерть посылал, я убийца, убийца, я служил царю, я Христа не знал. Вот найдите его, исповедь священника Кисляков, Спиридон, он был миссионером среди бурят, и какое он покаяние в рыданиях приносит. Я благословлял людей на войну, сколько погибло, как я им отвечать буду перед Богом за них? Мы новые христиане, не ветхозаветные иудеи. А я говорю вам, любите врагов, любите! Вот в ветхом завете был такой случай, ну, у нас войска приходят и захватывают, как это вот, кучум. А получилось так, они пришли, а пророк Елисея их ослепил. Ну, и идет впереди их-то, день идет, два идет, они за ним идут. А потом он и говорит, господи, открой их глаза, они открыли глаза, а уже посреди государства стоят. У них нет собжения, ничего нет. А царь-то в это время говорит, отец мой, может побить мне их? Он говорит, а ты их завоевывал. Ты сейчас накорми, напой их, посади на телеги, перережи раны и отвези их домой. И написано, когда он так сделал, и больше никогда сирийцы к ним не приходили. Никогда. Им гнусно стало, против кого воевать-то, когда они нас так любят. Бог дал нам оружие и любовь, другого нет. И люди думают, вот христианство ударят в одну щеку, поставь в другую, в левую ударят, поставь в другую. Но тогда перебьют всех, ничего подобного. Враги стали обращаться. И про Георгия Победоносца, вот это с копьем, там змея поражает. Это было видение после его смерти. К нему это никакого отношения не имеет. Соловецкий монастырь, монахи, когда пришли от царя. Оборонялись, я знаю. Это на 1667 год, вот это время имеете в виду, начало реформы. Ничего, но они делали неправильно и весь сказ. Что они сделали? Погубили себя и других. А теперь с кровью идти к Богу. А так бы, как воля Божия, из-за перста умирали-то. Библию вообще не трогали. Ну, что говорить, они страдали горе. И кровь такая, как еретическая, говорит Кирпиан Карфагенский, немало не поможет. Хотя бы и страдал. В заблуждении находится человек. Ему это пользы никакой нету. Понял. Ну, все. Так уже 39. Ого. Да еще час бы разговаривали бы. Интересно вас слушать. Ну, все пока. С Богом. Достойно есть я, кого истину, Блажит и Тя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога Нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Без истления Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Молитесь, Игнайте. Любящий наш Отец Небесный, Мы благодарим Тебя за этот прекрасный вечер, За слово Твое, За труды и касторы Оставили нам святые отцы. Хвала Тебе, Господи. Помилуй нас, Помоги нам исполнить все слышанное, Ибо горе тому, Кто слышал и не принес плода. Мы молимся о беретиках, О всех непознавших Тебя, Откроем истину Твою. Установи мир в Израиле, Россию, Украине и Сирии, Где война идет, И нас научи ценить, Это благоприятное для спасения Мирное время. Тебе, Боже, слава и хвала за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Слава Христос. Аминь. Христос.